Какие значительные звания у меня нет? Который разрабатывал экспедиционное снаряжение для всех климатических зон. Мы проводили испытания, в том числе и Сережа Карпухин, Сережа Филенко, известные люди такие, путешественники известные. То есть мы проводили испытания, и после этого это шло на оснащение геологической службы. Параллельно я работал в МЧС, я спасатель первого класса, и я там возглавлял испытательный центр, который занимался испытанием аварийно-спасательных средств. Естественно, я стараюсь подбирать упаковки, которые уже стандартно имеются, чтобы не изобретать велосипед. Поэтому у меня много разных баночек, разных футляров, пенальчиков, и я это все подбираю, моделирую. Вот это вот, значит, это очень просто, это все средства из бифеформа. Это бифеформа. И туда ты потом складываешь другие таблетки. Да, 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 да. Пробиотик. Вот раньше ведь мы же, так сказать, пели антибиотик, да? Но мы, так сказать, да, герметично все, конечно. Ты сюда наклеиваешь там анальгин у тебя там или что-то, и закладываешь. Или ампулы, так сказать, и так далее. Поэтому я тебе говорю, что это просто, а вот это вот, как бы, патронтаж охотничий. Ну, это все, как бы, должно быть, ну, как сказать, бюджетно, будем так говорить, что это не должно быть дорого. Мы не потянем просто это. Значит, коробочка из-под мотыля отличная. И какая здесь, какие здесь ампулы? Здесь кетарол, обезболивающая. А, безболивающая. Да, обезболивающая. Их вот так удобно. Удобно хранить, да? Да, закрывается и все. Кетарол, да. Вот, пожалуйста, коробочка. А у нас, то, что с дырочками. Ничего страшного, а что дырочки-то? Ну, да, это просто коробочка для материалов. Ну, можно заклеить, наклейку сделать. Да, да, да. Так, ну, расскажи, какие у тебя, это твои? Ну, есть вот такая укладка. Есть вот такие вертикальные, вот, достаются они, вот, очень просто. Они герметичные. То есть, так надо сделать наклейки, какие препараты там находятся. Ага, удобно. Понимаешь? Ну, вот эта типовая, так сказать, аптечка, она, так сказать, очень удобная, так сказать. Ну, она вертикального типа. Вот. И поэтому в ней заложены медикаменты в качестве, ну, патронтажа такого по спирали. Есть вот тоже из рыболовного магазина для крючков, так сказать, открываешь, здесь вот лежит, так сказать, это вот йод, значит, для обработки небольших ран. С другой стороны, вот, на шатырный спирт, вот, ну, или одноразовые, так сказать, такие же упаковки лидокаина, ну, то есть, обезболивающее наружное применение. Вот. Это вот, что касается вариантов, что касается вариантов небольших индивидуальных мини-аптечек. Вот. Да, это вот пристегивается, в принципе, здесь есть точки крепления, можно пристегивать. То есть, это для спасателей, да? Ну, нет, почему? Это, я сейчас объясню, значит, вот эта вот укладка, это моя личная, моя личная индивидуальная аптечка исключительно для самопомощи. Самопомощи. То есть, не взаимопомощь, а исключительно самопомощь, потому что я, как бы, провожу тренировки, ну, в стиле соло, что ли, я один тренируюсь, один тренируюсь, вот. А эти тренировки, они не общей физической подготовки, а специальной физической подготовки и технические. То есть, это крутые овраги, это, в общем-то, стенки какие-то небольшие, вот, выходные породы, ну, скальные, скажем так. Вот. И я тренируюсь один. Вот. Если со мной что-то случится, так сказать, ну, например, травма какая-то, то мне нужно, так сказать, самому себе оказать помощь для того, чтобы продержаться до спасателей, до врачей, там, ну, и так далее. То есть, короче говоря, как бы противошоковые какие-то, так сказать, вещи, которые необходимо сделать для неотложного состояния такого. Вот эта вот у меня сумочка, вот, она укладывается в рюкзачок. Рюкзак у меня жесткий, не мягкий, вот, он такой тканево-пластиковый, что ли, он взят у мотоциклистов, скажем так, он небольшой. Вот эта сумочка, просто сюда я вложил все, так сказать, что необходимо мне, вот, одному. Значит, здесь не только медицинские средства, поэтому я называю это укладкой такой, понимаешь. Значит, вот есть у меня, здесь обязательно зеркальце. Вот, зеркало, оно, естественно, в футляре, не бьющемся, для того, чтобы, так сказать, оказывать помощь в случае травмы глаз. Травма глаз. Да, то есть это бывает периодически, соринка какая-то попадает, или колючка какая-то, или обломок породы известняка. И тогда надо это аккуратно обработать, сделать, ну, а когда ты один, в общем-то, тебе этого никто не сделает. Маленькое дополнение, можно еще, когда клещ в какое-нибудь такое место укусил, что ты не видишь, посмотреть на спине где-нибудь, я думаю, еще для этого. Ну, можно, да, но для этого, в общем-то, руки есть, ладони, на самом деле. Просто, чтобы клещ не укусил, надо, во-первых, или предосторожности специальные делать, ну, то есть завязывать рукава, завязывать низ брюк, так сказать, вот, значит, как-то голову накрывать каким-то платком или банданой, санданой. Но самое главное, это периодически самоосмотр. Это лень, конечно, у многих, так сказать, но приходится раздеваться, сам себя осматриваешь, общупываешь себя, в общем-то, ну, собственно говоря, такая система. Или менять одежду, так сказать, вот такое тоже, то есть если я мокрый, естественно, или грязный во время тренировки, я быстро снимаю это все, вешаю на ветку, на дерево, на сучок, одеваю что-то чистый, чистый костюм какой-то, ветрозащитный. Вот, если клещи там остались на той одежде, то они без источника тепла, которым является человек, они рано или поздно, так сказать, сваливаются. Ну, ты же понимаешь, ты же биолог. То есть здесь у меня зажигалка, естественно, я не курю, но сама понимаешь, огонь, так сказать, он нужен. Вот здесь фонарик, вот если, так сказать, нужно оказывать помощь уже в темноте, в сумерках, я его вешаю на сучок, вот, и под этим местом, так сказать, располагаю свой госпиталь. Ну, естественно, нож, так сказать, инструмент, вот, различный, так сказать, вот, который, ну, может понадобиться. Во всяком случае, ножницы должны быть, или должен быть нож, естественно, потому что нужно будет и бинты, возможно, резать там, значит, что-то еще там, возможно, одежду, возможно, одежду. И здесь я сейчас не взял еще, у меня есть небольшая подстилка, потому что бывает сыро, а надо в случае травмы, там, ноги, так сказать, да, надо на чем-то расположиться. Подпопник, подзадник, поджопник, он, конечно, маленький, вот, даже для моей попы, так сказать, вот, а мне тут еще спину надо прикрыть. То есть у меня коврик, и у меня обязательно еще есть накидка, в случае, если дождь, если дождь, потому что я натягиваю накидку, под накидкой я вешаю фонарь, и там уже, так сказать, спокойно, в общем-то, себе накладываю шины там, повязки там, раны там и так далее. Вот, конечно, бывает еще момент, нужно, конечно, сетку иметь, потому что если это на болоте, если это такой период, когда много кровососущих насекомых, ну, в данном случае комаров, то, конечно, они могут тоже мешать спокойно, значит, оказывать самому себе помощь. Значит, эта укладка еще берется не только на тренировочные занятия, но и на гонки выживания, которые проходят, ну, в ближайшие, в Подмосковье, я имею в виду, вот, значит, здесь у меня, значит, очень интересный, это нанотехнологии, вот, это, во-первых, здесь у меня две, значит, специальные такие, накладки марлевые, стерильные, которые при ожогах, при ранах, при различных, так сказать, ну, небольших, незначительных повреждениях, так сказать, кожи, вот, ну, и самое интересное, это, конечно, так называемые нанотехнологии, это вот специальный такой пластырь, вот, который я перенял у спортсменов. Я специально взял вот эту вот аннотацию, вот, значит, вот. Тренировать, да, это. Да, значит, ну, в интернете ты можешь найти, во-первых, в аннотации, ну, ты знаешь это все, вот, то есть это при, во-первых, если у человека есть хронические уже какие-то проблемы, и перед тренировкой он накладывает на эти проблемные места, вот, более того, это специально я взял такой, который применяется в водных видах спорта. Ну, то есть, когда дождь, когда вода, так сказать, он не отклеивается. Да, то есть он специально вот для водного туризма, для лыжного. Он как-то помечен, маркировка, что от водного? Нет, ну, я там написал, это я тебе просто рассказываю, так сказать. Я просто по виду, как отличить? Ну, по виду это, наверное, только при покупке, так сказать, так по виду, я не знаю, я как бы, вот, это я просто тебе, так сказать, как бы, вот, показать, так сказать, вот эту вот всю систему. Это новое, в общем-то, я раньше это не использовал, понимаешь, потому что в основном, в основном, всегда были, так сказать, у нас самое распространенное, это эластичный бинт. Да, это... Ну, самый бинт, так сказать, эластичный, так сказать. Самый необходимый, да. Значит, здесь вот у меня в футляре, в футляре, значит, здесь вот йод для небольших каких-то, вот, повреждений. Здесь у меня крем при ожогах, но этот крем можно использовать при любых ранах, это, так сказать, вот. Здесь, естественно, значит, есть и спиртовая салфетка, так сказать, их две-три, там, это неважно, в общем-то, в зависимости, сколько ты прогнозируешь себе, так сказать. Вот это вот лидокаин, вот, это лидокаин. Обезболивающий, да, ну, это местный, это как бы наружного применения, то есть кожный покойник. На лидокаин, на лидокаин, да, 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 в принципе, да. Обкрывать рану наружу. Вот это сульфацил натрия, альбуцит так называемый. Называется глазные капли, но я хочу тебе сказать, что, в принципе, если бы мне бы задали вопрос, у вас есть возможность взять только один, ну, что-то одно из медицинской укладки, я бы взял альбуцит. Почему? Потому что, значит, на рану его можно, это сульфацил, понимаешь, противовоспалительный, значит, в глаза можно, носоглотку можно лечить, так сказать, я, так сказать, это все как бы уже использовал и применяю его уже давно. То есть широкий спектр действий, да? Да, да, ну, а он что, он жидкий, он быстро действует. Ну, естественно, бинты, самый узенький бинт, там у меня все написано, какой длины там, ширины и так далее. Значит, широкий и средний, собственно говоря. Ну, по традиции еще армейской берут, так сказать, пакет перевязочный первой помощи. А там еще вата? Ну, там, да, две подушечки, то есть он, конечно, предназначен для каких-то огнестрельных хранений, так сказать, вот. Ну, я его как-то по привычке таскаю с собой после службы, так сказать, уже как бы, ну, иногда, так сказать, он пригождается. Значит, ну, вот у меня такие карандаши есть, вот такая зеленка, бриллиантовая зелень, да, по-моему, она одна или двухпроцентная там написана. И точно такой же карандаш есть йод, вот, то есть тоже, в общем-то, очень удобно, не прольешь, особенно йод, вот. Ну, правда, вот таких вот одноразовых, он тоже удобен на самом деле. Ну, вот это вот, это мое, так сказать, личное, как бы я беру, значит, здесь это пузырек из-под аквамариса там или там какой-то такой для промывания носа. Значит, сюда я залил обыкновенный, так сказать, физраствор, который стоит копейки. Я купил 200 миллилитров пузырек, вот, натрий хлорид обыкновенный, ну, который капельницу мне ставит, например, это Илья кому-то, да, вот, натрий хлорид. Вот, это обыкновенный, так сказать, соляной такой раствор, значит, и я им промываю все. Можно глаза промыть, можно нос промыть, можно все, что угодно. Но в данном случае носоглотку я, так сказать, промываю, потому что это, как бы, ну, такой момент. Вот, можно на рану, так сказать, обработать. Вот, это очень просто все. А главное, дешево. Самое главное для нас, это, что это дешево. Потому что препараты, конечно, вот основная моя укладка. Герметичный такой футляр, вот, это, как бы, значит, пластиковый. Ну, это обычный контейнер для... Да, они разных размеров, да. И я считаю, что это самый удобный вариант. Во-первых, прозрачные, герметичные, понимаешь, противоударные, достаточно прочные. Достаточно прочные, они колются, вот. Особенно, когда очень сильные морозы, при низких температурах, конечно, иногда бывает колется. Но при низких температурах этот контейнер надо хранить на жилете или на внутреннем кармане. Потому что шампулы замерзнут и лопнут, собственно говоря. Я-то список составил тебе специально по каждому препарату, понимаешь, чтобы, так сказать, не... Ну, это тоже кетарол, так сказать, это медокалм. Медокалм это отчего? Ну, это релаксант мышечный. Это, в принципе, противоболевой, противошоковый. Почему? Потому что, когда боль, это при травме, значит, реагирует организм, его ответная реакция на эту травму, он, так сказать, симптомом человеку сообщает, как бы, так сказать, что вот этой болью он сообщает, что у тебя проблемы. Понимаешь, даже если он не видит эту закрытую травму. Вот, значит, и... А боль, боль, она чаще всего происходит от того, что, значит, при повреждении, при повреждении, значит, вот происходит спазм мышц. Ну, нервные окончания, они, так сказать, это все. И они дают вот этот вот болевой отек там начинается и так далее. Вот для того, чтобы снять вот это вот воспаление и вот этот спазм, применяется вот спазмолитик, вот, медокал, вот, ну, я его давно применяю. Вот у меня проблемы с позвоночником, то есть хондроз, там, грыжа, там, да, межпозвоночная, вот. Но когда происходит вот это у вас защемление, так сказать, я ввожу себе в одном, в одном шприце, я набираю кетарол и медокал, такой коктейль. Угу, то есть обезболивающее и против спазм. Да, и есть, да, такой релаксант такой, да. Ну, там я тебе подробно все написал. Вот, другое дело, что, конечно, это рекомендовать людям просто так нельзя, просто надо, чтобы они, как бы, все-таки или подготовились, или внутримышечно отколоть несложно, вот, в ягодицу особенно. Но, в принципе, вот эти вот коктейли, почему? Потому что могут быть аллергические реакции, понимаешь? Филактический шок, а это уже вряд ли тогда в такой ситуации можно будет спасти человека. Значит, надо гормон еще колоть, он же и противоалергический. Ну, гормоны, понимаешь, раньше-раньше в противошоковых наборах у нас был всегда или преднизолон, когда вот я на скорой помощи работал, у нас в укладках был преднизолон, и мы его широко использовали. Вот. На последнее время у меня всегда и здесь даже есть одна ампула дексаметазона. Вот, дексаметазон, правильно. Да, дексаметазон у меня есть. Ну, понимаешь, как тебе сказать, вот эта вся укладочка для самопомощи, да, она, ну, это лидокаин здесь, как бы на всякий случай, вот, именно во время инъекции, когда, понимаешь, это вот то же самое. Да, это вот наложить, так сказать, да, при ожогах. Вот. Это различные тоже, так сказать, вот салфеточки, значит, спиртовые, да, и кремы, я уже тебе показывал. Это кремы, так сказать, вот на рану, ну, противожоговые считаются, так сказать. Ну, это такая вот открытая рана, так сказать, они обезболивают. Здесь бинтик на всякий случай, если надо будет, так сказать, что-то там подтереть и так далее. Ну, к счастью или не к счастью, я не знаю, но самое удобное оказалось, это использовать вот такие вот коробки. То есть, которые были для... Штатные, штатные, да. Здесь ячейки вот эти вот. Я делал, пытался много вариантов делать, поскольку я много лет разрабатывал различные укладки для экстремальных условий. Мне, я бы делал и спинопласта, и пенополиэтилена там, и полиуретана, прочее, разные-разные. Ну, практика показала, что вот если контейнер такой имеется, то самое удобное, это вот это вот, понимаешь, самое дешевое. Отрезал сколько тебе надо. Вот. Тем более, что здесь у меня все в основном по одной, по две ампулы, поскольку я рассчитываю только на себя, вот, самопомощь. И это как бы однократное, ну, вот, в течение вот нескольких часов, понимаешь. То есть они как бы подбираются, эти все ампульные препараты, ну, сначала как бы они более, ну, щадящие, более, так сказать, такого, ну, слабого действия, скажем так, если какие-то незначительные там. То есть одну ампулу усколишь и себя не убьешь? Нет, здесь ничего не убьешь. Тут вообще ничего нет такого, что это зачем, это не навредит, самое главное, так сказать, как бы требование. Нет, я имею в виду, что бывают моменты, когда, так сказать, бывает что-то среднее какое-то, так сказать, болевое. А бывает очень тяжелая, так сказать, травма. Когда, так сказать, ты понимаешь, что развитие вот этого болевого шока, это недопустимо, потому что ты можешь потерять контроль за ситуацией. Вот. То есть если что-то незначительное, здесь вводятся там, ну, какие-то, так сказать, не медокалм, например, а вводятся там, допустим, там, ножпа там или баралгин там. Все по одной ампуле есть. Вот это тоже, в общем-то, спазмолитики, ножпа, баралгин, так сказать, и попаверин, например. Понимаешь? Вот. Значит, здесь есть ампулоанальгина или даже две ампулоанальгина. Вот. Но это тоже обезболивающий, как ни странно, но анальгин остался, ну, в общем-то, ну, одним, так сказать, из, ну, лучших, в общем-то. И рецепт на него не требуется? Не требуется, не требуется. Можно любое хотите купить? Ну, кетарол тоже не требуется. Кетарол не требуется? В некоторых требует, правда. Но, в принципе, кетарол – это не наркотический. Здесь вообще нет никаких наркотических обезболивающих. Здесь вообще никаких нет. Обязательно надо, конечно, пилочку иметь. Их несколько, у меня три штуки. Почему? Потому что бывают ампулы, особенно отечественные, бывают до сих пор. Они бывают такие, что вот, до сих пор. И бывают, которые, в общем-то, приходится использовать еще пилку. Ну, чтобы не повредить, и ампулу не испортить, и руки не порезать при вскрытии, собственно говоря. Их, конечно, сейчас все меньше и меньше, но бывает такое. Поэтому, на всякий случай, я просто несколько раз так попадал, что приходилось потом использовать пилку там из инструмента, там, напильничек, надфиль там какой-то, в общем-то. Ну, а так здесь, в общем-то, как я уже сказал, здесь, в общем-то, вольторен, который, ну, так сказать, противовоспалительный в случае, вот, если, так сказать, с позвоночником будут проблемы. Ну, это не первый раз, а уже, поскольку у меня это есть хроника, я понимаю, что это может быть. Другое дело, что, чтобы этого не было, даже если у тебя там и грыжа, так сказать, и хондрос, и там, бог знает, что еще, чтобы этого не было. Конечно, надо просто соблюдать, так сказать, профилактические меры обыкновенные. То есть, это прежде всего разогреться, подготовиться перед тем, как ты куда-то полезешь. После того, как ты носишь тяжелый рюкзак, надо обязательно сделать несколько упражнений, ну, на траве, вот, на земле. Несколько упражнений, которые являются, так сказать, ну, как бы облегчающим, так сказать, вот эту вот нагрузку на позвоночник, так сказать. Вот, то есть, это на самом деле такой релакс, так сказать, обязательно надо сделать этих нескольких упражнений, там, каждый там по пять, по шесть раз, и, в общем-то, никаких проблем не будет. А что-то они видят шприцов. Где они? Шприцы были, возможно, я просто их часто использую. Иногда в повседневной жизни приходится использовать. Какие нужно брать? Насколько? Здесь надо все в зависимости от объемов ампул. Дело в том, что, допустим, баральгин – это пятерочка. Значит, надо брать обязательно пятерочку. И, в принципе, это универсально. Почему? Потому что туда можно и двойку, и трех миллилитров. Если ты собираешься коктейль делать, а тут можно коктейли делать очень многие, но надо просто для этого сначала проконсультироваться с врачами. Поэтому у меня обычно двойка, тройка, пятерка. Обычно. Это количество кубиков, да? Да, миллилитров. На китарол, например, я вожу сразу два кубика. Здесь они по одному, по одному. Я вожу сразу два, в общем-то. Ну, как бы уже, так сказать, я просто на себе это уже много лет проверил. Шприцы, естественно, они находятся тут обязательно. Ну, просто вот сегодня я миксидол, например, себе колол утром перед тренировкой. Мне сейчас 60 лет, понимаешь, мне надо как-то себя поддерживать. И вот я себе миксидол в попу ввел. Ну, вот там надо два миллилитра шприцы. Я их достал и не положил. Ну, вот примерно вот кратко вот так вот, собственно говоря. Понятно. Спасибо тебе, Григорий. Да не, не за что.